Движение Искателей Бога Движение Искателей Бога представляет Давайте, пожалуйста, помолимся И после этого я начну проповедовать Господь, мы просим тебя Говори в наши сердца Драгоценный Дух Святой Открой нам молитвенную жизнь Нашего Господа Иисуса Христа Мы просим тебя, пожалуйста, проговори в наши сердца Мы просим тебя, пожалуйста, проговори В наш разум, в наш дух И пускай молитвенная жизнь Иисуса Христа Станет самым надежным основанием Нашей личной молитвенной жизни Молитвенной жизни наших церквей И нашей купы Аминь 1 Коринфянам 4 глава 16 Что? Хорошо, запишите просто 1 Коринфянам 4.16 Там написано Подражайте мне, как я Христу 1 Коринфянам 4.16 Подражайте мне, как я Христу Запишите просто себе Еще одно запишите Филиппийцам 3 глава Филиппийцам 3.12.14 Павел говорит, что Говорю так не потому, чтобы я достиг Или усовершился, но стремлюсь Не достигну ли я, как достиг меня Христос и Иисус Братья, не почитаю себя достигшим, а только Я забывая заднее, простираясь вперед Стремлюсь к цели К почести Вышнего Звания Божия Во Христе Иисусе Потому мы будем с вами Следовать молитвенную жизнь Иисуса Христа Стремясь к почести Вышнего Звания Во Христе Иисусе Чтобы Молитвенная жизнь Иисуса Христа Заразила нас с вами Повлияла на нас Аминь Самое надежное основание Мы должны с вами молиться Не из-за чувства вины Не потому, что надо А потому, что мы вдохновлены А пример вдохновляет Вдохновляет, когда кто-то молится Это сильно вдохновляет Но сильнее всех Примеров Вдохновляет пример Иисуса Христа Потому что Он больше, чем человек Это Господь Бог Пришедший во плоти Сын Божий Аминь И потому, что Иисус Христос Молился Живя на этой земле И, конечно же, продолжает И сейчас молиться Написано в Божьем Слове Ходатайствуя за нас Пребывая в близком-близком Ощении со своим Отцом И Духом Святым То, что Он и сейчас В близком общении с Богом И живя на этой земле Он постоянно молился Для нас это ободрение и пример Я встретил очень много разных теорий Насчет молитвы Личной молитвы, церковной молитвы Есть очень много версий И есть очень много мифов Небиблейских теорий Которые совсем не связаны С Библией Насчет молитвы И есть Даже я слышал Версии, теории О том, что Не нужно много молиться Не нужно постоянно молиться И что вообще это не самое главное И что это все такое Ну как бы Есть целое учение Которое против молитвенной жизни Одно из таких учений Которое я слышал Что молитвенную жизнь Можно перерасти Я не знаю Слышали вы такое или нет Встречали ли вы такую идею Но это одно из Одна из теорий Которую я встретил Что молитвенную жизнь Можно перерасти То есть ты Молишься, пока ты новообращенный Ты должен пребывать Активно в Божьем Слове Пока ты еще Вот Только пришел Ко Христу Но как только ты Вырос Стал очень духовным И очень сильным Тебе не обязательно молиться Тебе не обязательно читать Библию Потому что теперь Библия постоянно Так уже наполняет тебя Что уже ты Библия И тебе уже не надо молиться Потому что ты уже молитва И ты уже Ходишь просто пред Богом То есть я не буду молиться Специально Мне не нужна уже Тайная комната Мне уже не нужно Специально иметь время Чтобы почитать Божье Слово Мне уже не нужно Специальное время Чтобы остановиться И поразмышлять Глубоко Над Божьим Словом Мне уже не нужно Специальное время Чтобы остановиться И Богу излить Душу свою Потому что я так Прорвался Что я все время Прорванный хожу Есть такая теория И я слышал То, как Один человек Говорил о том Что он молился 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 И однажды над ним Что-то лопнуло Небо подкрылось и больше не закрылось. И теперь молиться не обязательно. Ну так можно просто иногда, так сказать, чтобы люди видели, что ты молишься. Но ты на самом деле уже, так сказать, прорвался. И это абсолютно не библейская теория. Это откуда-то вообще из каких-то восточных религий. Типа уже стал просветленным каким-то, открылся третий глаз. И я им все время смотрю, не моргаю. Это не библейская идея. Если Иисус Христос... Я ни в коем случае сейчас не проявляю сарказм или иронию по поводу людей, которые так думают. Ни в коем случае. И пускай никто не обидится, если вдруг так кто-то думал. Я говорю насчет идеи, только этой идеи. И только я именно иронизирую насчет только этой идеи. Но даже если бы кто-то так думал, он драгоценный Божий человек. И очень ценный для Господа. Но сама идея, она неправильная. Сама идея абсолютно не библейская. Она абсолютно не соответствует молитвенной жизни Иисуса Христа. Вот уж кто духовный, так это Иисус Христос. Духовнее, чем Иисус Христос, никого на земле никогда не было. И раз молился Иисус Христос, нужно молиться и нам с вами, и всем. Потому что невозможно перерасти Иисуса Христа. Скажите, пожалуйста, аминь. Если кто-то считает, что уже он так перерос, что ему не нужно выделять специальное время для общения с Богом, молиться ежедневно, читать Библию ежедневно, он реально перерос Иисуса Христа. Он стал круче. Он теперь появился, теперь между Отцом и Сыном появился еще один. Высший Сына Божьего. Но вы понимаете, что это бред. Такого быть не может. Это безумие. То, что Иисус Христос молился, говорит нам о том, что нет такого духовного уровня, на котором бы не надо было бы молиться. Это великое откровение. Я вам скажу, что вот ради таких вещей стоит жить. Нет такого духовного уровня, когда бы не надо было бы молиться. Более того, наоборот, то, что молился Иисус Христос, говорит о том, что чем человек хочет быть духовнее, тем он больше молится. И чем он духовнее становится, тем он больше молится. И чем, наоборот, он стабильнее пребывает в Божьем Слове и стабильнее пребывает в молитве, этому нас учат молитвенная жизнь Иисуса Христа. Также молитвенная жизнь Иисуса Христа учит нас тому, что какой бы ни был успех у нас в служении, нужно продолжать молиться. Потому что Иисус имел самое успешное служение, более того, все мы являемся частью Его служения. И Он молился даже на пике своего успеха вообще всегда. И то, что молился Иисус, даже когда был рассвет Его служения, это говорит нам о том, что нет такого периода, когда бы не надо было молиться. Значит, даже если придет то самое пробуждение, о котором мы молимся, нам не нужно будет сказать Аминь. Значит, даже если придет ответ на нужды, о которых мы молимся, нам нельзя остановить общение с Богом. Потому что Иисус молился, получал ответы, но Он продолжал общаться с Богом. Скажите Аминь. И мы сейчас это с вами исследуем. И мы сейчас с вами это увидим в Библии. Конечно же, бегло, потому это обзор молитвенной жизни. Вы так можете, кстати, и добавить это слово в название. Обзор молитвенной жизни Иисуса Христа. Он будет очень беглый. Я не так давно в одной библейской школе эту тему преподавал, молитвенной жизни Иисуса Христа. И мне еле-еле хватило восьми часов. Я чуть всунул эту тему в восемь часов. И то, что мне сейчас нужно там за полчаса все рассказать, вы сами понимаете, что это будет очень беглый и очень поверхностный обзор. Но я хочу, чтобы, во-первых, мы с вами схватили саму идею. И пускай вот это то, что мы сейчас начнем, вызовет в нас желание самостоятельно исследовать молитвенную жизнь Иисуса Христа. Читайте Евангелие и подчеркивайте там, где Иисус молился. Или там, где Он говорил о молитве. Подчеркивайте эти места Писания. Пропитывайтесь этими местами Писания. И пусть они вдохновляют вас к молитве. Итак, Евангелие от Луки. Все, поехали. Обзор молитвенной жизни Иисуса Христа. Луки 3 глава, 21-22 стихи. 3, 21-22. Когда же крестился весь народ, и Иисус, крестившись, молился. Если вы подчеркиваете в своей Библии, вы можете подчеркнуть «молился». И когда же крестился весь народ, и Иисус, крестившись, молился. 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 Иисус молился. Вы можете со мной сказать «Иисус молился». Молился. Смотрите. Иисус молился. И я буду молиться. Потому что мой Господь молился. Я молюсь. Почему? Потому что Иисус молился. Не потому что какие-то известные помазанники молятся. А почему? Потому что Иисус молился. Не потому что даже Моисей молился. Давид молился. Хотя, конечно же, они. Это следующий наш образец и пример. Но, во-первых, прежде всего, потому что... Кто молился? Иисус молился. Иисус молился. Телезрители. Иисус молился. Это важнейшее откровение. Иисус молился. Задумайтесь, друзья. Иисус молился. Только подумайте об этом. Божий Сын молился. Вот уж кто мог придумать себе отговорки. Вот уж кто мог подумать о том, чтобы Ему не молиться вообще. Вот уж кто мог сказать, что Он уже прорвался. И вот кто уж мог сказать, что Ему оно не надо. Но Иисус молился. Иисус молился. И когда Иисус молился, двоеточие, отверзлась небо. Дух Святой не шел на Него в телесном виде, как голубь, и был глаз с небес, благолющий, Ты, Сын мой возлюбленный, в Тебе мое благоволение. Здесь хоть ты ставь цифры, нумеруй. Когда Иисус молился, двоеточие. И дальше начинаются последствия молитвы. Первое. Отверзлась небо. Второе. Дух Святой не шел. Третье. Голос Отца проговорил. Когда Иисус молился, произошло три вещи. Открылось небо, Дух Святой сошел, голос Отца проговорил. Это классика. То, что мы сейчас с вами исследуем в молитвенную жизнь Иисуса Христа, это классика. Одно это местописание достойно целой проповеди. Потому что, когда Иисус молился, произошли три вещи. Небо открылось, Дух Святой сошел, Бог проговорил. Что это означает для нас? Каждый из нас желает, чтобы небо открывалось. Каждый из нас желает, чтобы Дух Святой сходил и чтобы слышать голос Божий. Сколько раз я слышал, как мне христиане говорят, я не буду молиться, потому что, когда я молюсь, небо закрыто. Я молюсь, а моя молитва не взлетает выше потолка. Медные небеса. У меня такое чувство, что просто я здесь один или одна, и никого здесь нет, и ничего я не слышу. Потому я не буду молиться. Мы ставим телегу впереди лошади, дорогие. Иисус молился, и небо открылось. Что было вначале? Открытое небо или молитва? Скажите мне громко. Молитва. Иисус молился, и небо отверзлось. А мы хотим на саночках кататься, с горочки съезжать, а саночки возить не хотим. Мы хотим, чтобы небо отверзалось, и пытаемся молитву обойти. Но Иисус молился, и небо отверзлось. Нам необходимо молиться, и небо закроется. Если твое небо закрыто, молись с закрытым небом. Аминь. Молись с закрытым небом. Потому-то, ну, во-первых, начнем, кстати, важное дополнение. Во-первых, небо всегда открыто в духовном мире. Потому что Иисус Христос в духовном мире все открыл, и своей жертвой на кресте Он уже спас нас, и уже все, уже все там, завеса разорвана, уже все. Вы понимаете, что в духовном мире между нами и Богом преград нет, и небо открыто. Когда мы говорим небо закрыто, мы имеем в виду, что мы так чувствуем, что небо закрыто. Но не более того, это просто чувства такие, восприятие такое наше. Но на самом деле небо открыто. Но я понимаю, что говорят люди, когда говорят, что небо закрыто, небо открыто. Имеется в виду какое-то переживание, да? Какое-то вот именно реальное переживание Божьего присутствия. Так вот, чтобы именно иметь переживание открытых небес, необходимо молиться. Одна из причин, почему приходит такое ощущение, что небо закрыто, давно не было нормальной молитвы. Мы засохли, пришла засуха, мы засохли. Мы давно нормально не читали Библию, и давно нормально не молились. И именно из-за этого пришло это состояние. И оно пришло, потому что молитвы стали поверхностными. Пришло состояние закрытого неба. И что же мы сказали? Вместо того, чтобы сказать, теперь-то я начну молиться, мы говорим, я не буду молиться, потому что небо закрыто. И в результате мы вообще себя лишаем шанса открыть это небо. В своем сердце. И таким образом нам с вами необходимо молиться, и это принесет состояние открытых небес. Второе. Мы хотим исполнения Святым Духом. Мы хотим исполнения Святым Духом. Мы хотим переживать Бога реально. Написано, не упивайтесь вином, исполняйтесь Духом Святым. Аминь? Духом Святым. Назидая себя псалмами, словословиями, песнопениями духовными. Благодаря за все Бога и воспевая Его в сердцах. Аминь? Так написано в Ефесянам 5 главе. И здесь написано то же самое, что когда Иисус молился, Дух Святой сошел. Так и там тоже в Ефесянам 5 главе написано, не упивайтесь вином, исполняйтесь Духом, как молясь. Как исполняться Духом Святым? Молясь. Скажите, молясь. Опять же, мы хотим исполняться Святым Духом. Мы хотим реально переживать Божье присутствие. Хотя, опять же, Бог в нас. И даже когда мы с вами молимся и порой не ощущаем Бога внутри себя, рядом с собой, это же нельзя быть водимыми чувствами. Он внутри нас, Он вездесущий. Ну как это Его нет рядом с тобой? Ну как это Он наполняет всю Вселенную, а в твоей тайной комнате Его нет? За деньги води туда и показывай людей тогда, людям эту свою тайную комнату. Это какой-то прикол. Если Бог есть везде, кроме твоей тайной комнаты. Вы же понимаете, что это не так. Что Бог там есть. Просто вы имеете в виду, что вы этого не переживаете, не осознаете. Да? Но мы хотим переживать, потому что на самом деле Деяние 17 глава, 26 стих, что Бог от одной крови создал всех нас, сотворил всех нас, чтобы мы искали Бога, не ощутим ли и не найдем ли. Слово ощутим в греческом языке, это слово осязать, потропать. Реально. Буквально. То есть физически ощутить, осязать. То есть Бог хочет, чтобы мы не только знали, что Он есть, и знали, что Он внутри нас, и что Он вокруг нас. Он желает, чтобы мы реально осязали Его. Чтобы мы прямо даже физически, чтобы мы душой своей переживали Бога. Чтобы мы с вами переживали Его реально. Но, конечно же, когда мы говорим об этом, когда мы хотим реальных переживаний, опять же, мы хотим Бога реально переживать, Духом Святым исполняться, а молиться порой не хотим. Вот это странно. Открытое небо хотим, Духом Святым исполняться хотим. Хотим. А молиться не хотим. Вам не кажется это странным? Иисус молился, и Дух Святой сошел. Нам необходимо молиться. И следующее. Голос Отца проговорил. Ты сын мой возлюбленный. Мы все хотим, чтобы Бог говорил с нами. Чтобы Он говорил нам, ты сын мой возлюбленный. Мы все хотим близко общаться с Богом, реально слыша Его голос. А молиться порой не хотим. Вот это опять странно. Голос Божий слышать хотим? Вопросов у нас к Нему немерено. Господи, как мне поступить в тех обстоятельствах? Как мне поступить в этих обстоятельствах? Господи, что мне делать там, и что мне делать здесь? А молиться не хотим. Вот это странно. Так не бывает. Иисус молился, молился, молился. И потому все эти вещи в Его жизни происходили. Мы должны с вами зреть в корень. Мы должны с вами идти туда внутрь. Мы должны с вами увидеть, что именно молитва стоит в основании. И, конечно же, сама по себе молитва не сама цель. Молитва – это средство достижения Бога, открытых небес, исполнения Святым Духом и слышания голоса Божьего. Как сказал пастор Юнгичо в одной из своих книг, молитва приносит обострение, как бы обостренную духовную чувствительность. Ты начинаешь чувствовать интуитивно Божьи движения в твоем Духе и повиноваться Ему. И когда мы с вами молимся, обостряется наша духовная чувствительность, и мы начинаем лучше и лучше слышать голос Божий. Следующее. Луки 4 глава. Луки 4 глава. Первый стих. «Иисус, исполненный Святого Духа, возвратился от Иордана и поведен был Духом в пустыню». Очень интересная мысль драгоценная. «Иисус, исполненный Святого Духа, был поведен Духом в пустыню». Зачем? Зачем? Скажите, зачем? Молиться. Сорок дней Он молился. Сорок дней. Знаете, какой здесь есть один нюанс? Вы послушайте вообще здесь. Какой интересный есть нюанс. Обратите внимание. Иисус какой пошел? В каком состоянии пошел Иисус молиться? Скажите мне. Как? Исполненный Святого Духа. Сколько я встретил людей, которые, исполнившись Святого Духа, пережив Его присутствие чуть-чуть, говорят «Аминь» и уходят, останавливают молитву. А Иисус, помолившись и исполнившись Святого Духа, пошел молиться. Это странно. Мне не раз говорили, а зачем? Я не понимаю, зачем молиться долго? Я за пять минут могу ощутить Божье присутствие. Да, я вот просто говорю, «Господь мой, я люблю Тебя». И сразу чувствую Его присутствие. Потому я не понимаю, зачем мне с Ним разговаривать целый час. Или два. Или как вы вот на неделю уехали. Вот я этого вообще не понимаю. Вот правда, мне искренне, вот так, ну, без злости, без ничего, без всякой там критики, вот просто люди искренне мне задавали такой вопрос. А зачем вы вообще вот так вот на неделю уехали молиться, потому что, ну, а что, дома что нельзя помолиться? А что нельзя? Ну, то есть, вот, и мне так вот искренне, с недоумением задавали такой вопрос. Так давайте тогда с недоумением посмотрим на молитвенную жизнь Иисуса Христа. Почему Он, помолившись и исполнившись Святого Духа, исполненный Святого Духа, пошел молиться? И молиться 40 дней. А теперь давайте поговорим о молитве Иисуса 40 дней. Был там один эпизод, когда Он прогнал дьявола, но это был короткий эпизод, и в разных Евангелиях по-разному это написано, но в некоторых Евангелиях уточняется, что именно по завершении этих дней, в конце, то есть 40 дней Он молился, Он не с дьяволом там общался, Он молился, и потому Он провел время с Богом. Но по завершении был такой эпизод, дьявол подошел и быстро ушел, потому что Иисус сказал Ему, написано, и прогнал Его. Итак, Иисус 40 дней провел в молитве, а теперь задумайтесь о молитве 40 дней. Кто из вас знает, что Иисус 40 дней провел в молитве? Вы знаете об этом? Вы слышали об этом? Телезрители, вы же знаете, что Иисус 40 дней молился. Вы же знаете? Вы знаете. А теперь задумайтесь о том, что Иисус 40 дней молился. Вы знаете, мы иногда меряем Иисуса по себе. Мы иногда меряем Иисуса по тому, как мы с вами молимся. Если кто-нибудь из людей сказал, что он молился час, это еще не означает, что он час молился. Иногда из часа реально мы молимся пять минут. Ну, давайте будем честными. И если мы выделили всю ночь побыть с Богом, это еще совсем не означает, что мы всю ночь молились. Мы там помолились, может быть, полчасика, дай Бог, часик может быть. Остальное время мы в Божьем присутствии сладенько. Да, были вразумляемые сновидениями в Божьем присутствии. На груди Иисуса именно дреманули так именно хорошенечко. С Библией под подушкой, чтобы она запоминалась лучше, так именно пропитывались ей, вот мы получше. А потом мы можем сказать с таким именно скромным смирением, что мы всю ночь провели в молитве. А в реальности это было не так, вот если по-честному. Мы молились там вот полчаса, вот это было общение с Богом. Ну, я сейчас, опять же, ни в коем случае не критикую нас, потому что, так сказать, ну, дело не в нас, и речь не о нас идет. Просто я хочу сказать, чтобы мы, когда мы читаем Библию, мы не мерили ее с собой. Если написано об Иисусе, что Он молился, то мы должны думать, что Он реально молился. Понимаете? Если написано, что Он всю ночь молился, Он реально всю ночь молился. Вот в чем дело. Если написано, что Он 40 дней молился, Он реально 40 дней молился. И потому я знаю, что мы все с вами знаем о 40-дневной молитве Иисуса. Но, пожалуйста, давайте на некоторое время мы задержимся на 40-дневной молитве Иисуса. И представьте, что он начал молиться утром в первый день и весь день, буквально до самой ночи провел в молитве. Ему тоже нужно было спать. Мы знаем с вами, что Иисус спал и что его тело было подобно нашему телу. И он тоже отдыхал. Потому, возможно, он помолился часов 15. Ну, условно, я не знаю сколько. Например, он пообщался с Богом, молился 15 часов без остановки. Просто молился, молился, пребывал в Божьем Слове, читал Божье Слово, провел 15 часов. Потом оставшиеся 8 часов, может, 16 часов он молился, может, 17 часов он молился. А потом оставшиеся 6, 7, 8 часов, 5 часов, я не знаю, но он спал. То есть, если он помолился часов 17, провел в непрерывной молитве, потом он поспал, на второй день он проснулся и начал с самого начала продолжать молитву, он опять начал говорить, Господь, славлю Тебя, поклоняюсь Тебе, превозношу Тебя. Начал произносить разные молитвы. И вот середина дня, вот еще часик, вот еще часик, он продолжает говорить, и вот еще часик, и вот еще часик, и опять небо открывается, Дух Святой нисходит, голос Отца говорит. Опять небо открывается, небеса открыты, Дух Святой продолжает сходить, голос Отца продолжает говорить, а он продолжает молиться. И вот день третий, он продолжает молиться, он продолжает Богу говорить, он продолжает с Ним общаться, он разговаривает с Ним и разговаривает, он молится, так прошел весь третий день. Мы иногда рассеиваемся, мы иногда во время молитвы можем делать уборку, мы иногда наблюдаем за тем соседом, что он никак по нормальному машину припарковать не может. Мы иногда кошку-то гоняем по квартире, мы иногда вещи с места на место перекладываем и пыль протираем, мы иногда смс-очку успеваем послать и в фейсбук залезть, мы иногда успеваем одним глазом и то, и это, и еще о чем-нибудь подумать и о пятом, и о десятом, но я убежден, когда молился Иисус, Он был собран на Боге, сконцентрирован на Нем. Когда Он молился, Он не рассеивался, это была полная концентрация на Отце, на Духе Святом, на голосе Божьем, Он молился качественно, качественно, глубоко, классно. День четвертый прошел точно так же, подумайте об этом, день пятый, снова плотная, качественная, качественная, глубокая молитва, небо открыто, Дух Святой, Божье присутствие и голос Божий, качественная, классная молитва, сфокусированная, собранная, сосредоточенная. День шестой, день седьмой, и вот уже неделю Он общается с Богом без остановки, без остановки неделю уже разговаривает с Богом. И вот день восьмой, день девятый, день десятый, день одиннадцатый, день двенадцатый, день тринадцатый, день четырнадцатый, две недели нон-стоп молитва. День пятнадцатый, шестнадцатый, семнадцатый, восемнадцатый, девятнадцатый, двадцатый, двадцать первый, двадцать один день молитвы нон-стоп. Он продолжает молиться двадцать два, двадцать три, двадцать четыре, двадцать пять, двадцать шесть, двадцать семь, двадцать восемь, двадцать девять, тридцать тридцать один. Месяц молитвы без остановки, нон-стоп, месяц. Пост и молитва нон-стоп, без остановки. 32, 33, 34, небо открыто, Дух Святой продолжает сходить, с каждым шагом мы с вами здесь, посмотрите, все глубже и глубже заходим в Божье присутствие, вспомните первый день, когда мы начинали, когда мы только собрались, это же еще было, ну вообще мы были с вами настолько далеки от Бога, ну в наших чувствах я имею ввиду, в наших мыслях я имею ввиду, мы приехали из своих дел, из своих проблем, мы собрались здесь, а сейчас, да мы порой в своей комнате не можем остановить молитву, да некоторые чаю не могут попить нормально, потому что просто внутри все горит и хочется дальше молиться, мы здесь с вами в зале с утра и до ночи, молимся и молимся, мы уже не выходим из этого состояния Божьего присутствия и фокусировки на Боге, мы с вами согласитесь сегодня, как вы видели, какая молитва была сейчас за пробуждение, в первый день такая молитва была бы невозможна, и мы молились, и они были другие эти молитвы, и мы молились и первый день за пробуждение, но не так, но вы видели, какое помазание сильное, реальное было, и это не от нас, и это не чувства просто, это не эмоции просто, это именно реально Дух Святой, который через наши чувства может проявляться, и потому он с каждым днем глубже, 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 небо открыто, Дух Святой исходит, голос Отца больше говорит, больше говорит, больше говорит, представьте, у вас было такое состояние, когда вы переживали, что наполнены Духом Святым по макушку, По макушку, что просто на ногах стоять не можете. По макушку, что вы стоите и просто Бог так близко. У вас было такое состояние, что Бог так близко. Вспомните одну встречу, когда Бог был реально и очень близко. Вы можете вспомнить одну единственную встречу, любую. Даже если она была давно. Вы знаете, помните такую встречу? Телезрители, одна встреча, когда Иисус был таким близким. Мы, возможно, плакали в этот момент. Плакали не потому, что там что-то случилось, а даже сами не знали, почему вы плачете. От его близости так плавилось сердце. И в такой момент ты не знаешь, почему ты плачешь. Это не просто эмоции. Ты переживаешь его рядом. И в этой близости, в его реальности, вдруг сердце начинает плавиться. У вас была хотя бы одна такая встреча? Да? И представьте, Иисус в этой реальности. Вот это уже 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40. Это Иисус, самый духовный человек на земле, который мог бы этого не делать. 40. Представьте, как он остановился, когда он был наполнен Духом Святым. Он был просто в реальном Божьем присутствии, наполнен Божьим Словом. Возможно, он выдохнул. Я не знаю. Может быть, просто представьте, он наполнен. И в этот момент он выходит из пустыни. Посмотрите, что написано в 14 стихе. «И возвратился Иисус в силе Духа, в Галилею». То есть, Божье Слово подчеркнуло, что в первом стихе он пошел исполненный Духа, а здесь он вышел как в силе Духа. То есть, разница есть. Это означает, что даже Иисусу нужно было молиться, чтобы была сила Духа. Иисус в силе Духа вышел. И в результате что-то изменилось. И изменилось именно через молитву. Именно через молитву и Божье Слово. И вот он в силе Духа вышел и пошел в синагогу. Может быть, он вышел, представьте, наполненный Духом Святым. Посмотрел налево, посмотрел направо. Увидел синагогу и пошел в нее. Представьте, когда он наполнен Духом Святым. Он зашел туда, он сел. И надо же было такое совпадение. Как раз тот день должны были прочитать Ишцая 61 главу. Потому что они читали Библию книга за книгой. Именно за год. И за какие-то периоды. И вот они читали, читали, читали. И там был как раз отрывок. Которые ему открыли, сказали, на, читай. И он открывает, а там написано. Дух Господень на мне. Ибо Он помазал меня. Отпускать измученных на свободу. Проповедовать пленным. Освобождение. Представьте. И написано, что глаза всех были устремлены на Него. И дивились словам благодати, исходившим из Его уст. 20 стих. Написано. И глаза всех в синагоге были устремлены на Него. И в 22 сказано. И засвидетельствовали Ему это. И дивились словам благодати, исходившим из уст Его. И говорили, не Иосифов ли это сын? Не Иосифов ли это сын? То есть, значит, что-то изменилось в этой сорокадневной молитве так, что они отметили разницу. Ведь он же был Иосифов сын, и он был оттуда, местный. И они заметили, они говорят, подожди, это же Иосифов сын. И разница была ощутима. Через что пришла эта разница? Через молитву. Скажите, через молитву. Через молитву пришла эта разница. Через молитву и пост. Следующее. Луки, 4 глава. Здесь же мы можем читать. Запишите с 38 по 42 стихи. Луки 4, с 38 по 42 стихи. И здесь написано, что он исцелил тещу Симона от горячки, от температуры. И потом в 40 стихе сказано, что при захождении солнца к нему приводили разных больных. Он всех их исцелил. И также бесов изгнал. И посмотрите, 42 стих. 42. Когда же настал день, он, выйдя из дома, пошел в пустынное место. Пошел в пустынное место. И народ искал его, и придя к нему, удерживал его, чтобы не уходил от них. И он, выйдя из дома, утром пошел молиться. Представьте, он бы мог сказать, да я в 40-дневной молитве такую базу заложил и основание, что мне уже не обязательно. Но он продолжал общаться с Богом по утрам. Вы видите это? Он ушел в пустынное место. Зачем он ушел в пустынное место? Да, конечно же, он ушел туда молиться. Если это не видно здесь, запишите, пожалуйста, эту же историю, эту же, не другую. Эту же историю в Марка, в первой главе, в Марка, в первой главе, с 29-го стиха по 38-й. С 29-го по 38-й. Эта же история, но просто в другом Евангелии. Тоже вот Марка, 29-й стих, что они пошли, значит, из синагоги, исцелили тещу Симона, которая лежала в горячке. Вот, тоже при наступлении вечера принесли к нему больных бесноватых. Он всех исцелил. И вот 35-й стих теперь яснее говорит нам о том, что же произошло утром. А утром, встав весьма рано, вышел и удалился в пустынное место. Это мы уже с вами прочитали. Появилась только новая информация, что там было сказано, наступил день, а здесь сказано, весьма рано. И дальше удалился в пустынное место. И что же он там делал? И там молился. И там молился. Итак, Иисус продолжал молиться на протяжении всей земной жизни. Иисус молился. И давайте дальше. Луки 5 глава, 15-й стих. Я очень много разных деталей опускаю. Один за другим я опускаю. И очень много глав из этого Евангелия я опущу, чтобы сэкономить наше время. Луки 5 глава, 15-16. И теперь смотрите. Он запрещал рассказывать, чтобы... Он запрещал рассказывать о том, что через него... Ну, что это он исцелил, что через него исцеление. Но, дальше сказано. Но тем более распространялась молва о нем. Но тем более распространялась молва о нем. И великое множество народа стекалось к нему слушать и врачеваться у него от болезней своих. 16-й стих. Луки 5, 16. Если вы подчеркиваете, пожалуйста, подчеркните его. Луки 5, 16. Здесь сильнейшая мысль. Но он уходил в пустынные места и молился. Это местописание еще больше проливает свет на молитвенную жизнь Иисуса Христа. Знаете почему? Почему? Потому что здесь есть еще больше деталей. Во-первых, о чем вам говорит слово «но»? Давайте начнем с этого. «Но». Здесь сказано, что толпы окружали его. Успех был в служении колоссальный. Популярность. Чудеса, знамения. Он бы мог точно сказать. Да мне уже не надо молиться. Смотрите, что у меня есть. Но тут стоит слово «но». О чем вам говорит слово «но»? Телезрители, что значит «но»? «Но» Все равно. Что еще? Вопреки. Что еще? «Несмотря на». Это же сильнейшая мысль. «Несмотря на». Он продолжал молиться. Пожалуйста, я вас прошу. Эту важнейшую глобальную мысль запишите себе. Потому что у каждого из нас есть свое «несмотря на». Понимаете? У каждого из нас свое. Это про тебя и про меня должно быть написано. Но она, несмотря на многоточие это, молилась. Но он, несмотря на то, молился. Но они, несмотря на что делали? Молились. У каждого из нас есть то, на что нам не надо смотреть, а надо продолжать молиться. Но они, несмотря на то, что ответ еще не проявился в физическом мире, что делали? Молились, скажите, молились. Но они, несмотря на то, что были в трудностях, что делали? Скажите, молились. Но они, несмотря на то, что пришел успех, что делали? Молились. У каждого из нас свое, несмотря. Но несмотря ни на что, что тебе нужно делать? Молиться. Скажите громко, молиться. Молись, несмотря ни на что. Он, обратите внимание на это слово «но», а вот дальше очень интересное место. Но Он уходил, не ушел, не ушел, а уходил. О чем вам говорит слово «уходил»? Вы понимаете? Иисус уходил и уходил. Это не ушел. Это о чем нам говорит? Еще постоянство. Приходил и снова уходил. В хорошем смысле этого слова можно сказать «зависимость» меня подсказывает. Что? Продолжительное время. Что еще? Уединялся. Что еще? Постоянно. Что еще? Образ жизни я добавлю. Образ жизни. Молитва для Иисуса – образ жизни. Это стиль жизни. Это не разовое событие. Это не разовое событие. Это стиль жизни. Молитва – это образ жизни Иисуса Христа. И значит, это образ жизни каждого из нас. Если Иисус уходил в пустынное место и молился, значит, и всем нам нужно уходить и молиться. Несмотря ни на что – проблемы или успехи. Нужно уходить и молиться. Несмотря на занятость. Понимаете, что Иисус мог найти отмазку и сказать «я сильно-сильно занят». Но Он, несмотря на сильную-сильную занятость, уходил и уходил и молился и молился и молился. Уходил – это еще означает молился. Молился и молился и молился. Вот что значит «уходил и уходил». Он не просто уходил и уходил, чтобы уйти и уйти. Он уходил, чтобы молиться и молиться и молиться и молиться. Итак, идем дальше. Идем дальше. Луки 9 глава, 28-29. После сих слов, Луки 9, 28-29. После сих слов, дней через восемь, взяв Петра, Иоанна и Якова, взошел на гору. Что сделать? Скажите. Скажите громко. Помолиться. И когда что делал? Молился. Вид лица Его изменился. И одежда Его сделалась белую и блистающую. Когда Иисус молился, вид лица изменился. Скажите, что было вначале? Иисус молился, и через это изменился вид лица Его, и одежда сделалась блистающую. Или же наоборот. У Него одежда сделалась блистающую, и лицо сделалось белым, засветилось, засияло. Лицо засветилось, засияло. и он от этого начал молиться. Скажите мне, пожалуйста, что было вначале? Молитва. О чем это нам с вами говорит? Мы хотим сначала измениться, а потом к Богу приходить. Мы хотим сначала стать другими, а потом приходить и Библию читать. Сколько людей меня везде спрашивали, а как приходить к Богу, имея грех? А что мне делать, если я чувствую... Буквально недавно я в одной библейской школе преподавал здесь, в Киеве, и мне задали вопрос. Ну, я не могу, я не буду молиться, потому что мой образ жизни, он неправильный. И это меня отталкивает от молитвы и чтения Библии. Но наоборот, если твой образ жизни неправильный, тебе нужно молиться больше всех и читать Библию больше всех. Потому что, если мы с вами прибудем в Божьем Слове, в этом законе совершенном, тот, кто будет неслышателем, забывчивым, но прибудет в Божьем Слове, тот будет блажен в своем действовании. В переменах, другими словами. А мы хотим перемен, а потом будем читать Библию. Но кто прибудет, сказал Яков, в Божьем Слове, этом совершенном, тот будет блажен в своем действовании. Тот будет блажен в переменах. Иисус молился. И потому мы путаем вещи своими местами. Мы хотим перемен, но не хотим молиться. Мы хотим перемен, но не хотим Библию изучать. Погрузись в исследование Божьего Слова. Погрузись в глубокое исследование Божьего Слова. Погрузись в постоянное размышление над Божьим Словом. Погрузись в молитву. Следующее. Я пропускаю, пропускаю, пропускаю разные детали. Пропускаю то, что Иисус сказал. Молите Господина жатвы, чтобы выслал делателей на жатву. Если нам нужны помощники, что нам надо делать? Молиться. И тогда Господин будет высылать делателей на жатву. Луки 10 глава тоже пропущу, потому что нужно сократить время. Запишите. Луки 10 глава 38-42. История про Марию и Марфу. Помните? История про Марию и Марфу. И Мария сидела у ног Иисуса и общалась с Ним. И это тоже хорошая иллюстрация к молитве. Запишите также себе еще такое упоминание про общение Иисуса с женщиной у колодца. С самарянкой. Помните? И здесь я хочу сдать еще одну новую мысль, которая сегодня не звучала. О том, что когда в Библии написано, что кто-то общался с Иисусом, в некотором смысле этого слова он молился Иисусу. Потому что если мы вспомним, что Иисус Бог, вот эту историю все используют для того, чтобы проиллюстрировать молитву. Про Марию и Марфу. Все говорят, видите, Мария молилась, потому давайте будем молиться. Но мы забываем, что почему эту историю используют для иллюстрации, а другие нет. А женщина у колодца. Чем она хуже Марии? Она встретилась с Иисусом, пообщалась с ней. И знаете, что случилось? Ее жизнь изменилась. И потом изменился весь город. Она помолилась, можно сказать, да, в некотором смысле этого слова. Она встретилась с Иисусом, провела с Ним время. Он ей послужил, и она приняла это служение. Ее жизнь изменилась, а потом через нее изменился весь город. Хотя ее образ жизни был неправильный. Но она общалась с Иисусом. А мы боимся иногда приходить к Иисусу такими, какие мы есть. Хотя его именно за это критиковали, что он друг грешников. Если ты чувствуешь себя грешником, вспомни, Иисуса критиковали за то, что он друг грешникам. Итак, следующее. Итак, я пропускаю это. Запишите, вот знаете, свяжите два места Писания. Луки 10 и Деяние 6. Свяжите их между собой. Такой маленький раз, прыжок в сторону. Деяние 6. Один, с первого по седьмой стихи, с первого по седьмой. Особенно четвертый нас интересует там. С первого по седьмой, но Деяние 6-4 особенно. 6-4. Дело в том, что когда в этой истории с Марией и Марфой, когда Марфа заботилась о столах, я думаю, что, конечно же, Марфа поступала правильно, нужно было служить. Просто это история о приоритете молитвы. И что там написано? Написано, что речь шла о столах. И в Деяниях 6 тоже речь идет о столах. Ученики сказали, нехорошо нам, оставив Слово Божие, пищись о чем? О столах. И они сказали, итак, поставим кого-то на эту службу. Четвертый стих. А мы постоянно пребудем в молитве и служении Слова. В молитве и служении Слова. И здесь тоже показано, что апостолы поняли урок Иисуса. И что для них молитва была приоритет. И пребывание в Божьем Слове приоритет. И, конечно же, они посвятили себя отдаче того, что получают в молитве. Нужно отдавать. Они молитве и служении Слова. Иисус молился, но Он очень много служил людям. Ученики молились, но очень много служили людям. Так и тот, кто больше ест, тот больше работает. Скажите «Аминь». Кто хорошо работает, тот хорошо ест. Скажите «Аминь». Слышите? Это обратная связь. Кто хорошо работает, тот хорошо ест. Кто хорошо ест, тот должен хорошо работать. Аминь. Кто-то молится больше всех? Больше всех пастору своему помогай. Ты больше всех в Библии пребываешь? Больше всех епископу своему помогай. Ты больше всех молишься и читаешь Библию? Ты должен больше всех людей вдохновлять и поддерживать. Аминь. Кто хорошо ест, тот хорошо работает. Кто хорошо работает, тот должен хорошо есть. Потому что иногда мы так сильно любим людей, что готовы своей молитвенной жизнью пожертвовать и своим личным чтением Библии, чтобы им продолжать служить. Но это не Божья воля. Он любит нас тоже. Он не хочет только через нас касаться других. Он нас хочет напитывать, Он нас хочет наполнять. И потому, читая Библию, нам надо читать ее не только, чтобы пробовать, приготовить и потом на домашней группе ее братьям и сестрам рассказать. Нам нужно уметь читать Библию, чтобы самим питаться и самим откровение для себя получать в жизнь свою. И из этого брать и делиться с другими. Скажите, пожалуйста, Аминь. Итак, запишите, пожалуйста, следующее место Писания. Луки 11 глава. Все, мы подходим уже к концу. Луки 11 глава, 1 стих. Я столько много пропускаю всего. Мы идем очень бегло. Луки 11 глава, 1 стих. Случилось, что когда он в одном месте молился и перестал. Один из учеников сказал ему, Господи, научи нас молиться, как и Иоанн научил учеников своих. Что потом мы видим в Деяниях 6, это исполнилось. В Деяниях 1, они тоже, собравшись в горнице, пребывали в молитвах и молениях. И Дух Святой потом на них излился. Что было вначале? Деяние 2 глава или Деяние 1 глава? Скажите мне. Какая вот вопрос, вопрос на логику. Скажите, что сначала, 1 глава или 2 глава? Деяние. 1 глава, да, вы уверены. Так вот, в 1 главе написано, в 14 стихе, что они пребывали в горнице, в молитве и молении, а во 2 главе Дух Святой сошел. Как и там про Иисуса написано. Иисус молился, небо открылось, Дух Святой сошел. Голос Отца проговорил. Понимаете? Мы хотим, чтобы Дух Святой сходил. Мы хотим Пятидесятницу сегодня. Мы хотим жить в этом присутствии. Мы хотим жить в Деяниях, а молиться не хотим. Это неправильно. Итак, и ученики просили, научи нас молиться. Нам нужно, мы уже говорили об этой мысли, нам нужно молиться за свою молитву. Нужно молиться за свою молитвенную жизнь. Мы забываем молиться о своей молитвенной жизни. Это одна из причин, почему она не растет. Не получаете, потому что не просите. Мы прилагаем лишь только свои собственные усилия. Мы стараемся добиться постоянства. Мы хотим получать откровения. И не догадываемся промаливать свою собственную молитвенную жизнь. И просить у Бога, Господи, дай мне постоянство в молитве. Господи, дай мне качественную молитву. Господи, дай мне много молитвы. Дай мне пребывать все время в твоем слое. Мы забываем у Бога просить. Но ученики просили у Иисуса, научи нас молиться. Следующее, пропускаем все это. Пропускаем все это. И дальше там он много говорил о молитве. Пропускаем Луки 18, глава 1 стих. Тоже мы не будем читать эту всю притчу. Только один стих. Луки 18, 1. Сказал также им притчу о том, что должно всегда молиться и не унывать. Скажите, всегда молиться. Еще раз, всегда молиться. Всегда молиться. Телезрители, всегда молиться. Что для вас значит слова всегда молиться? Скорее, скорее, скорее. Что значит всегда? Всегда. Что еще? Постоянно. Что еще? В любых обстоятельствах. Что еще? И можно и днем, и ночью. Что еще? Всегда молиться. Образ жизни. Образ жизни. Молодцы. Что еще? Это значит через месяц. Что еще? Это значит через год. Когда еще? Через 10 лет. Это значит в конце жизни надо молиться. Надо молиться. Когда надо молиться? Всегда надо молиться. А когда не хочется молиться? Всегда надо молиться. А когда погода плохая, всегда надо молиться. А когда занятость большая, всегда надо молиться. А когда тебе сказали, что что-то нехорошее произошло, всегда надо молиться. А когда тебе сказали, что хорошее что-то произошло, всегда надо молиться. А если у тебя появился новый компьютер, и тебе хочется в нем поковыряться, всегда надо молиться. А если у тебя новый телефон, нужно всегда молиться. А если тебе хочется в телефоне поковыряться, вот так вот пальцем по экрану водить и птичками по свиньям стрелять, что нужно делать? В Angry Birds поиграть. Что нужно делать? Нужно всегда молиться. Нужно, скажите, всегда молиться. Всегда надо молиться. И не унывать. Скажите, не унывать. Скажите, не унывать. Еще раз, не унывать. Не унывать это значит нужно молиться так, чтобы в конечном итоге мы радовались. Мы радовались, мы радовались. Если мы молимся и после молитвы и чтения Библии у нас настроение хуже, чем до молитвы. И чтение Библии неправильная молитва. Неправильная молитва. Настроение после чтения Библии, после молитвы должно быть лучше. Это нормально начать за упокой, но закончить надо за здравие. Это нормально начать сокрушение, покаяние, сжалоб, сдать всех, на кого ты там жалуешься, сказать, Господи, пожаловаться на себя. Это нормально признаваться, каяться, исповедовать свои грехи. Это нормально естественное состояние человека в этом, ну, такое, это нормально. Но выйти тебе нужно вверху, на верхней точке, потому что некоторых людей, опять же, я обнаружил за годы служения в этой области, их нужно умолять, чтобы они поменьше молились и читали Библию. Потому что так как они молятся, им потом жить не хочется вообще. У нас бывает такое негативное мышление, что мы и в Боге находим пятна. Мы считаем, что Он даже не прав, не пришел, не вовремя пришел, не с той стороны пришел, не так пришел, не дал, не додал, соседу дал больше. Целая проблема. И потом мы с такими мозгами иногда так себя накручиваем, но Иисус сказал, не унывать, не унывать, не унывать. Это говорит о том, что нам необходимо в конце молитвы быть более вдохновленными. Молитва должна нас вдохновлять, чтение Библии должно нас вдохновлять. Я понимаю, что это правильно, они обличаться и наставляться. Я понимаю, но в конечном итоге это должно привести к вдохновению. Это должно нас вдохновлять и побуждать к доброму, хорошему, чистому, святому, правильному. Не унывать. Когда ты не унываешь, тебя будет тянуть так читать Библию, помолиться. Ты станешь не только вдохновленным человеком и будешь с горящими глазами выходить из своей молитвенной комнаты. Ты станешь ободрением и вдохновением и поддержкой в этом мире, где так не хватает ободрения и радости. Следующее место Писания. Мы пропустим дальше, он говорит о том, чтобы мы не гордились, когда мы молимся. Очень важно, это отдельная история, о которой можно было бы долго говорить. К сожалению, придется ее пропустить в этой проповеди. Луки 19 глава. Луки 19 глава 45-46. А войдя в храм, он начал выгонять продающих и покупающих в нем, продающих в нем и покупающих, говоря им, написано, «Дом мой есть дом...» Скажите громко. «Молитвы». А вы сделали его вертипом разбойников. «Дом мой есть дом...» Давайте вместе скажем эти слова Иисуса. «Дом мой есть дом...» «Молитвы». «Дом мой есть дом...» «Молитвы». Телезрители. «Дом мой есть дом...» «Молитвы». Аминь. Итак, следующее место Писания. К сожалению, придется еще кое-что пропустить. И написано... Так, теперь давайте Луки 21 главу открываем. Луки 21 главу. 30... 37... 30... Нет, давайте 36... 38. Скорее, скорее, скорее. 36, 38. 21 глава Луки. Итак, бодрствуйте. Итак, бодрствуйте на всякое время и молитесь. Бодрствуйте на всякое время и молитесь. Досподобитесь избежать всех сих будущих бедствий и пристать при сына человеческого. 37 стих. «Днем он учил в храме, а ночи, выходя, проводил на горе, называемой Елеонскою. И весь народ с утра приходил к нему в храм слушать его». 37 стих. «Днем он учил в храме, а ночи, выходя, проводил на горе Елеонской». А уже речь идет о финале его служения и о финале его жизни на этой земле. Это уже 21 глава Луки, уже описывающая вторую половину его жизни. И он продолжает молиться. «Он проводил ночи на горе Елеонской». «Что для вас говорит слово «проводил»?» «Проводил». «Не провел, а проводил». «Скажите мне, что значит проводил?» «Постоянно». «Постоянно». «Что еще?» «Бодрствовал». «Что еще?» «Всегда». «Всегда». «Как еще?» «Регулярно». «Как еще?» «Стиль жизни». «Образ жизни». «Проводил». «Молитва». «Стиль жизни Иисуса Христа». «Проводил на горе, называемой Елеонскую». «Гора» – символ молитвы. Особенно Елеонская гора. «Гора» – символ молитвы, как гора Синай, на которой Моисей молился. Или гора Сион, на которой храм стоял. Это символ молитвы. Храм стоял, в котором есть дом молитвы, как сказал Иисус. Итак, Он проводил на горе. На горе, то есть в молитве. Но не ясно, что в молитве. Кто-нибудь может сказать, а может, Он там не молился. И для того, чтобы увидеть, что Он там молился, как и в том месте Писания, было тоже непонятно. Он уходил в пустынные места, но кто его знает? Может быть, просто так именно кому-то мерещится. Но мы увидели, что нет таких, уходил там и молился все-таки. Так может быть, и здесь есть какое-то место Писания, которое нам откроет больше деталей. И таки точно есть. Луки 22 глава. В 32 стихе Иисус сказал, что молился о Своих апостолах, чтобы не оскудела их вера. Это значит, что нужно промаливать свою команду. И Луки 22 глава, 39 стих. 39 стих и по 46. Мы прочитаем все. С 39 по 46. Луки, мы подходим уже к финалу. С 39 по 46. И выйдя пошел... Кто открыл? 39. Луки 22, 39. И выйдя пошел... Что? По... Как? По... Я не верю своим ушам и своим глазам. Как он пошел? По обыкновению. Как вы и сказали. Стиль жизни. Как он пошел? Скажите громко. По обыкновению. Телезрители. По обыкновению. Он пошел на гору Юлионскую. Выше мы читали, что он это делал каждый день. И вот он пошел по обыкновению на гору Юлионскую. За ним последовали и ученики Его. Классное местописание. Что за ним последовали ученики Его. И это мы с вами, дорогие. За ним последовали ученики Его. Скажи, я ученик Иисуса. Я ученик Иисуса. За ним последовали ученики Его. Мы идем на гору не потому, что мы следуем за каким-нибудь человеком. Мы молимся не потому, что мы подражаем кому-то из людей. За ним, за Иисусом последовали ученики Его. Скажите аминь. И придя же на место, сказал им, молитесь, молитесь, они там молились, чтобы не впасть в искушение. И сам же отошел от них на вержение камня и, преклонив колени, молился. Говоря, отче, если бы ты благоволил, пронеси чашу сию мимо меня, впрочем, не моя воля, но твоя да будет. Явился же ему ангел с небес и укреплял его. Вот молитва, он сказал, должен молиться и не унывать. Видите, ангел укреплял его. И 44 стих, 44 стих, 44 стих, Луки 22, классный стих, 44, подчеркните его. Встав, вернее, и находясь в барении, прилежнее молился, подчеркните это. И находясь в барении, прилежнее молился и был под его, как капли крови, падающие на землю. И, встав от молитвы, пришел к ученикам и нашел их спящими от печали. И когда он пришел, вытрав кровь со своего лба, он им сказал, что вы спите, встаньте и что делаете? Молитесь. Молитесь, 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 молитесь. И, находясь в барении, прилежнее молился. Что теперь нам с вами нужно делать, находясь в барении? Прилежнее молиться. В барении нужно прилежнее молиться. А мы иногда в барении меньше молимся, наоборот. Мы иногда все ставим телегу впереди лошади. Мы, наоборот, иногда молимся тогда, когда все классно. А он, находясь в барении, прилежнее молился. А он, находясь под давлением, прилежнее молился. А он в тесных обстоятельствах прилежнее молился. И как мы читали выше, там раньше, что и когда был успех, когда был успех и популярность, он тоже молился. И в барении, и в успехе Иисус молился, молился, молился. Это образец для нас. И последняя молитва Иисуса. Луки 23 глава, мы подходим к финалу. Телезрители, мы подходим к финалу. Луки 23 глава 46 стих. Мы подходим к очень важному финалу. Мы подходим к очень сильному финалу. Телезрители, телезрители, будьте внимательны. Мы подходим к очень важному, к очень сильному финалу, который сейчас, казалось бы, уже куда дальше, но сейчас что-то Дух Святой откроет нам особенное. Вы готовы к особенному откровению? Еще одному особенному, сильному откровению. Вы готовы? Телезрители, вы готовы к сильному откровению о молитвенной жизни Иисуса Христа? Готовьтесь, готовьтесь. Сейчас будет сильное откровение, хотя, казалось бы, уже это конец. И уже осталось буквально прочитать один стих. Луки 23, 46. Запишите сразу два местописания, они дублируют друг друга, немножко разными словами выражены. Луки 23, 46 и Матфея 27, 46. 23, 46 и 27, 46. Луки и Матфея. Луки 23, 46, Матфея 27, 46. Это последняя молитва Иисуса на этой земле. Последние слова Иисуса на этой земле – это молитва. Запишите себе. Последние слова Иисуса. На этой земле – это молитва. И это все-таки еще не то, что я говорил, что сейчас будет сильнейшее откровение. Оно к нам приближается. Эта мысль к нам приближается. Скоро сейчас я ее выскажу. Есть очень сильная мысль здесь. И Иисус возгласив громким голосом сказал «Отче, в руки Твои предаю Дух Мой» и сказав «Сие» и спустил Дух. Последние слова Иисуса – молитва. Дай Бог каждому из нас такой конец, чтобы последними словами каждого из нас была молитва. Иисус молился даже на кресте. Ну а давайте теперь прочитаем Матфея 26, 40, 27, 46. А около девятого часа возобил Иисус громким голосом «Или! Или! Ламаса вахфани!» То есть «Боже мой! Боже мой! Для чего Ты меня оставил?» И это были последние слова Иисуса Христа. «Боже мой! Отче, в руки Твои предаю Дух Мой». Ученики, специалисты говорят, специалисты исследования Библии говорят то, что Евангелие написаны по-разному и не копируют друг друга. Еще больше подтверждает истинность Евангелия. Потому что если поставить эксперимент и двум людям показать 10 пунктов каких-нибудь, а потом попросить и быстро убрать эти пункты, попросить их записать, они запомнят разные. А потом будет пересечение. И потому Евангелие, потому иногда мы думаем, зачем четыре дублирующих друг друга? Но они, есть пересечение, но они дополняют и расширяют друг друга. Обратите внимание, один из учеников написал «Отче, в руки Твои предаю Дух Мой» и сказав «Испустил Дух», а другой запомнил «Боже мой, Боже мой, для чего Ты меня оставил?» «Боже мой, Боже мой, для чего Ты меня оставил?» И теперь, внимание, то самое откровение, которым мы сегодня и завершим этот день. Спасибо вам за ваше долготерпение, дорогие. Сейчас я скажу важнейшую мысль, которая будет финалом, после которой мы будем с вами молиться. Но спасибо за ваше долготерпение. Я очень долго проповедую. Спасибо вам огромное. Я стараюсь восьмичасовое учение впихнуть в один час, и эта задача нелегкая. Спасибо вам огромное, дорогие телезрители, что вы тоже это выдерживаете. Спасибо вам за то, что после такого длинного дня вы еще так внимательно слушаете, драгоценные. Но сейчас финальная мысль, которая, я верю, станет также наградой для нас за наши усилия в течение этого дня. Я верю, что это сейчас станет благословением и обогатит нашу молитвенную жизнь прямо сейчас. И кое-что есть здесь еще, что как бы не видно, как вот и в тех местах Писания, которые мы прочитали, как бы не видно, что Он там молился, а потом читаешь другое, и оно открывает, что Он там молился. Так и здесь мы не знаем, о чем молился Иисус в сердце. Потому что, если вы знаете, особенность казни на кресте в том, что человек с трудом дышит. И чтобы сказать слово, ему нужно опереться на гвозди, ногами и руками, что причиняет ужасную боль, набрать воздуха и что-то сказать, и потом он повисает очень сильно на этом. Грудная клетка сжимается, и человек задыхается, и не может разговаривать. Каждая фраза стоит очень больших усилий. Потому одно даже слово на кресте значит очень-очень-очень много, очень много. Он не мог там проповеди читать, он не мог там говорить, но он мог в своих мыслях о чем-то разговаривать с Богом. И то, что он сказал, Боже мой, Боже мой, для чего ты меня оставил, это молитва, которая прорвалась сквозь умирающую плоть. И это слова 21-го псалма. Открываем 21-ю псалму. Боже мой, Боже мой, для чего ты меня оставил, 21-ю псалму. Последние слова Иисуса Христа на кресте, это самые первые слова 21-го псалма. Иисус Христос, который само Слово Божье с большой буквы, Иисус это Слово, конечно же, знал 21-ю псалму наизусть. Однозначно. И то, что он сказал эти слова именно из этого псалма, не случайно. Сейчас, телезрители, внимание, это изменит наше понимание о молитвенной жизни Иисуса Христа и о Его молитве на кресте, и обогатит нашу с вами молитву. Итак, открываем, о чем разговаривал Иисус с Богом на кресте в своем сердце, в своем разуме. И это прорвалось этой фразой, Боже мой, Боже мой. Готовы? Вы готовы? Да, открыли? Телезрители, вы готовы? Готовьтесь. Это сильный, мощный финал. Молитва Иисуса на кресте, это сильный, очень мощный, очень яркий финал. Вы готовы к этому мощному и яркому финалу? Соберитесь, дорогие. Я вас прошу, я знаю, что вы устали, как и я, но я вас прошу, соберитесь, дорогие телезрители, соберитесь. Это мощный, сильный финал, не пропустить это благословение. Вы готовы? Скажите, готовы? Да. Итак, первый псалом, начальнику хора при появлении зари, псалом Давида. Боже мой, Боже мой, в нем ли мне, для чего ты меня, для чего ты оставил меня? Далеки от спасения моего, слова вопля моего. Боже мой, я вопию днем, и ты не внемлишь мне, ночью, и нет мне успокоения. Но ты, святый, живешь среди словословий Израиля, говорил Иисус на кресте. Это молитва Иисуса на кресте. На тебя уповали отцы наши, уповали, и ты избавлял их. К тебе взывали они, и были спасаемы. На тебя уповали, и не оставались в стыде. Я же червь, а не человек, поношение у людей и презрение в народе. Все видящие меня ругаются надо мною, говорят устами, кивая головою. Он уповал на Господа, пусть избавят его, пусть спасет, если он угоден ему. Ты извел меня из чрева, вложил в меня упование у грудей матери моей. На тебя оставлен я от утробы и от чрева матери моей. Ты, Бог мой, не удаляйся от меня, ибо скорбь близка, и помощника нет. Множество тельцов обступили меня, и тучные вассанские окружили меня. Раскрыли на меня пасть свою, как лев алчущий добычей и рыкающий. Я пролился, как вода, все кости мои рассыпались, сердце мое сделалось, как воск, и растаяло посреди внутренности моей. Сила моя иссохла, как черепок, язык мой прильнул к гортани моей. И ты свел меня к перси смертной, ибо псы окружили меня, и скопище злых обступило меня. Пронзили руки мои и ноги мои. Можно было бы перечесть все кости мои, а они смотрят и делают из меня зрелище. Делят ризы мои между собою, и об одежде моей бросают шребий. Но ты, Господи, не удаляйся от меня, сила моя, поспеши на помощь мне. Избавь от меча душу мою, и от псов одинокую мою. Спаси меня от пасти льва, и от рогов-единорогов, услышав, избавь меня. Буду возвещать твое имя твое братьям моим. Посреди собрания восхвалять тебя. Боящиеся Господа, восхвалите его. Все семя Ильякова, прославь его. Да благоговеет пред ним, да благоговеет пред ним все семя Израиля. Ибо он не презрел и не пренебрег скорби страждущего. И не скрыл от него лица своего, но услышал его, когда сей возвал к нему. О, тебе хвала моя в собрании великом. Воздам обеты мои предбоящимися его. Да едят бедные и насыщаются. Да восхвалят Господа, ищущие его. Да живут сердца ваши вовеки. Вспомнят и обратятся к Господу все концы земли. И поклонятся пред тобою все племена язычников. Ибо Господне есть царство. И он, владыка над народами. Будут есть и поклоняться все тучные земли. И преклонятся пред ним все нисходящие в перст. И не могущие сократить жизни своей. Потомство мое будет служить ему. И называться Господним вовек. Придут и будут возвещать правду его людям, которые родятся. Что сотворил Господь. Дай славу Господу.